самое главное изменение это конечно же переименование компании hitachi кайкоки и думаю что сильнее этого на рынке уже ничего не произойдет в этом году может быть будем ждать чего-то в следующем это безусловно видно что видно сейчас что рынок весь склопывается склопывается не смысле становится меньше наоборот расцветает но склопывается с точки зрения количество владельцев этого рынка компания стэнли блокин декер является номером один совсем уже после покупки компании крафт сам америка усил ста мы видим что кейки а владелец брендов метаба и бренда хайкоки теперь вместо hitachi возможно станет старым игроком на этом рынке в мире будем смотреть что будет у больше макета но самый интересный тренд с моей точки зрения это то что судя по данным радпэ количество завезенного в россию в штуках электроинструмента класса а и так называемых а брендов известных брендов становится от года из года все меньше а количество бибрендов все больше что мы и видим на этой его замечательной выставке мы видим что огромное количество инструментальщиков и сети завозят собственные бренды мы видим тяжелый поступь люра мерлен мы видим что обычная традиционная розница становится все сложнее выживать потому что она зажата с трех сторон с одной стороны это конечно же люра мерлен зеленое чудовище сэм декстром с другой стороны это конечно китайцы алиэкспресс которые беспошлино и безналогово завозят все больше инструментов россии и безусловно это авито третий монстр который не позволяет развернуться потому что российские граждане хотят за меньшие деньги покупать был у немного инструмент а возможно и ворованный инструмент часа часто у других граждан вы же знаете что набив слова электро инструмент в яндекс новостях самое частое объявление которое вы видите ли самая частая новость это новость о том что инструмент где-то украден несколько десятков тысяч новостей о том что у кого-то сдачи украли электро инструмент который потом конечно же продается на авито к огромному сожалению это так это только говорит о том что электро инструмент крайне популярен вот такие вот три целые харибды между которыми месяца традиционная торговля электро инструментом традиционная обычная торговля небольшие магазины которых напомню вам за последние пять лет стало из 12 тысяч в россии примерно семь с половиной тысяч традиционная торговля потихоньку сжимается но при этом растут как грибы магазины электро инструмента в интернет мы видим интернет магазины наконец стали не просто еще одним венем моды не просто еще одна тема которая очень интересно говорить о абсолютном стандартам и если у какого-то магазина нет своего интернет-магазина то этого магазина не существует или он будет убит люра мерлен китайцами в лице алиэкспресс либо авито сайтом который уже сейчас набирает пользователей больше чем яндекс маркет примерно в два раза вот такие замечательные тенденции на инструментальном рынке в россии мы занимаемся собственными торговыми марками прекрасно об этом знаете занимаемся крайне успешно хаммер занимает примерно пятую шестую строчку среди всех возимых в россию торговых марок электро инструмента мы вторым 16 году за следом за декстром леруа мерлен наш бренд мы лет милитри занимает уже один процент рынка мы очень конкурентный мы предлагаем прекрасное обслуживание прекрасный сервис конкурентно способную цену и очень надеемся что мы востребованы останется на рынке в течение ближайших десятилетий но выходить как обычно как и на каждой выставке очень мало собственно вся выставка сведена к тому что мы встречаемся общаемся с нашими клиентами очень приятно что практически все они живы и здоровы со всеми с ними как и 10 и 15 лет назад налаженный проверенный контакт но это всем всем видим появляются новые лица некоторое количество скорее то продавцы чем клиенты очень интересно чем они смогут рынок удивить приятно их смотреть здорово что новые лица на рынке как продавцы появляются маловероятно что это будки технические новинки потому что китайцы ничего нового глобально делать пока не научились но то что поборемся ценой друг с другом это конечно очевидно сюда съезжается безусловно вся россия от калининграда до востока и крым представлена само собой разумеется в общем все все как обычно мы всем рады все здесь все пожимают друг другу руки улыбаются из новых тенденций на выставке стали гораздо меньше пить на выставке в этот раз не наливают друг другу в этот раз действительно все работают пытаются продать купить ищут лучшую цену лучшие условия лучшую логистику лучшего поставщика а еще одна тенденция видно что все стали гораздо более айтишными никого уже обационализм не удивить все прекрасно знают что это такое все остались на рынке профессионалы которые уважают друг друга говорят на одном языке и при вопросе а сколько у вас сейчас новых скаю никто вам брать не позитивно